Всем привет, ребята, меня зовут Бакатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. Я работаю над большим видео на одну интересную тему и в процессе чисто случайно нашел кое-что совершенно потрясающее. Это просто взрывает мне мозг. Все мы знаем о ситуации с Теролуна и UST. Это один из самых громких крахов в мире криптовалют и, наверное, даже громче BitConnect. Доквон, создатель Терры, все расписывает про планы спасения проекта. И сейчас мы в ожидании 27 мая. Но теперь ты увидишь всего два старых видео Доквона. Им не больше двух лет. В первом он рассказывает о том, что у команды Терра есть механизм уничтожения Терра и всех ее активов за 24 часа. Если что, то для них пойдет не так. Во втором он фактически сказал о том, что крах Терры неизбежен. Эти видео были записаны в 2021 году задолго до всех известных событий. Но их мало кто заметил тогда, поэтому сейчас я хочу показать их тебе. У нас в компании есть что-то типа протокола. Мы называем его Армагеддон. Это вроде аварийной кнопки. То есть, как только мы понимаем, что попали в ситуацию, когда больше не можем отлично служить нашему сообществу, мы нажимаем на эту кнопку. И для Терры все кончено. Все наши активы сжигаются. Все наши связи разрываются. Короче говоря, наступает конец Терры. Это чисто на всякий случай, если что-то пойдет не так. Это цикл жизни. Вы начинаете с нуля и возвращаетесь к нулю. Это именно тот цикл, в котором я и нахожусь. Поэтому я думаю, что Терра станет децентрализованным денежным стандартом для всего блокчейн мира. Я очень рад, что Терра внесет свой вклад в развитие децентрализованных финансов. Но в конечном итоге она потерпит крах. Интересно то, что за несколько дней до коллапса Терра Луны ее создатель Доквон пытался ликвидировать южнокорейское подразделение Терры. А на территории страны у компании были большие проблемы с налогообложением. Точнее, компания и Доквон их вообще не платили. И накопили долг в размере около 4,5 миллиардов рублей. Есть подозрение, что ликвидация подразделения в Корее и коллапс Луны был спровоцирован самим Доквоном с целью неуплаты этих налогов в том числе. Учитывая сказанное им в 2021 году, что у компании есть механизм, который позволяет уничтожить ее за 24 часа собственноручно, это все звучит очень подозрительно. Также интересна реакция Доквона на предложение сжигать токены Луна. Ведь мы знаем, что для попытки спастись Терра обязана либо провести хардфорк, либо сжечь очень много токенов Луны. Доквон хоть и дал какой-то адрес для сообщества, чтобы люди сами сжигали свои токены, выступил против сжигания токенов. Еще несколько дней назад сумасшедшая поддержка сообщества, которой пользовался Доквон, несмотря на коллапс Терра Луны, меня восхищала. Люди, потерявшие все, сплотились во имя спасения Терры. Но сейчас для меня эта поддержка выглядит полнейшим безумием. Как можно поддерживать такого человека? Еще раз посмотри это видео из 2021 года. Ему совершенно наплевать на сообщество Терра и, кажется, даже на сам проект Терра. У нас в компании есть что-то типа протокола. Мы называем его Армагеддон. Это вроде аварийной кнопки. То есть, как только мы понимаем, что попали в ситуацию, когда больше не можем отлично служить нашему сообществу, мы нажимаем на эту кнопку. И для Терры все кончено. Все наши активы сжигаются, все наши связи разрываются. Короче говоря, наступает конец Терры. Это чисто на всякий случай, если что-то пойдет не так. На этом все. А меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируйте обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok